То, что ты посетил, это какая-то полнейшая нелегальщина, значит, что они делают. Такое очень популярно, особенно в странах третьего мира, куда Украина тоже относится, и Россия. То есть они людей затягивают на какие-то рабские работы, подделывают им туристические визы, потом действительно селят в этих бараках, там трехъярусные кровати, и люди работают... Я понимаю, да, что там... Но за 100 долларов в Нью-Йорке невозможно жить, невозможно, это уже обман. Это уже обман, понимаешь? Либо это будет хлев, просто-напросто какой-то неотапливаемый, потому что даже если ты в квартире, допустим, комната, она стоит 700 долларов, ты берешь место в комнате, это 350 долларов, например, вдвоем живете. Ну не бывает чудес просто-напросто. Опять же, заплатите нам 300 долларов или 200 долларов, и мы вас трудоустроим. Это тоже обман. Это 100% работа только по туристической визе. Поэтому встречают, да, окей, ну встретили, привезли в этот хлев, потом отправили на работу за 5 долларов в час, понимаешь? Конечно, люди со временем понимают, там, некоторые через месяц убегают оттуда. Окей, хорошо. Ну, да. Ну, для меня самое важное-то вот, я не знаю, что там с Мариной. Марина очень быстро соглашается, и она действительно в таким тонкостям не сильно любит вот эту ясность всю. Она хочет, конечно, с нами еще назначить скайп-конференцию для того, чтобы получить вот эту ясность всю, про которую я сказал. Суть в том, что вот у Екатерины, у нее фирма работает хорошо. Она действительно человек, который понимает, что она делает, и у нее, соответственно, и запросы по отношению к партнеру. Она хочет знать... Ну, так пусть задает эти вопросы, мы ответим на эти вопросы. Но мы не делаем то, что ты мне сейчас сказал. Я хочу получить эти вопросы, ответы на эти вопросы, в письменном виде, чтобы потом передать ей, и чтобы потом прийти и рассказать, как это все функционирует. Ну, в письменном виде я не готов писать, потому что у меня нет времени. Я могу опять же в скайп-конференцию готовить вопросы, сделаем по скайпу, я отвечу еще раз на эти вопросы. Пусть включат диктофон и запишут. Она даже мне сказала, что она готова к тому, чтобы я работал у нее в офисе. Ну так иди к ней в офис, садись и начинай работать. Ну давай только работать профессионально, легально, а не как предлагают там компанию, в которую ты ходил. Ну так и начинаем. Так присажай к ней в офис и давай начинать. Чего тянуть? Чего тянуть? И делать нормально все. Хорошо, еще есть вопросы какие-то у тебя?